Молодёжная общественная приёмная открылась в приёмной Владимира Путина. Работать в ней будут инициативные люди из молодой гвардии. Идея создания этого института появилась год назад в партии «Единая Россия». Как показал двухлетний опыт работы приёмной Владимира Путина, у молодых людей много проблем, которые нужно решать. Основные вопросы, с которыми идёт молодёжь, это жильё, трудоустройство, образование и помощь в каких-то проблемах, которые они не могут решить внутри своего коллектива или внутри даже своей семьи. Бывает так, что молодые люди не могут делиться своими родителями или родственниками. И вот мы хотели бы, чтобы эти вопросы они обращали именно к нам. Желание помочь зауральцам у молодогвардейцев есть, а вот опыта может не хватить, отмечают старшие наставники. Поэтому в приёмной Путина принято решение помогать начинающим общественникам. У нас есть решение Полицовета партии «Единая Россия», и что на базе нашей общественной приёмной Владимира Путина разворачивается и работает. Безусловно, прописано, что мы будем оказывать содействие, помогать в написании писем, консультации, в организации встреч с чиновниками или с теми людьми, от которых зависит результат обращения к молодогвардейцам. Вместе с молодогвардейцами часто приём будут вести депутаты городской думы, в основном парламентарии их возраста. В первый день работы помочь с решением проблем пришёл депутат Игорь Прозоров. Посетителей было немного. Молодой человек не может получить положенную ему, как сироте, квартиру. Суд обязал администрацию в течение года предоставить жилую площадь, как бы этого ни случилось. В приёмной пообещали разобраться в ситуации. Юлия Король, Александр Меньшиков, Сергей Обалмасов, телекомпания «Регион-45».